Доброго времени суток ребята сегодня мы будем открывать свитки мистики все что накопилось так далее за этот небольшой период так что за реклама так как недавно я естественно уже снимал видео поэтому то что накопилось то и будем взрывать плюс башню прошел так что как минимум 1 лего и один свиток света тьмы уже есть ну уже лаги уходите да ребята прошу прощения так как видео будет немножко так скажем либо тормозить либо быстрее идти не поверите звук у меня не записался поэтому сейчас совпадение видео и звука может так скажем некое расходиться поэтому буду судопереводом заниматься то есть то что я делаю буду комментировать так скажем прошу прощения да не ожидал я проблемы со звуком так записала всего лишь пару минут все остальное почему-то не записалась ну вот сейчас я буду вызывать свитки все что накопилось за неделю арахис да привет инсайну кстати вот и сейчас будем смотреть все что накопилось по моему недели полторы либо 2 так как недавно я уже делал призыв вот 29 мистиков два света тьмы надеюсь нам попадется что-то интересное да да и так и так что же что же возможно мне что-то пойдет попадется интересное так как жду я призыва неплохого за камни также надеюсь что-то слег хорошее упадет вот кристаллы я тратить не буду так как многие видятся и следят за приростом возможно моих кристаллов они видят что там вчера допустим там у меня было 1500 сегодня там уже 2400 и как это и все такое объясню кратко прошел я башню 80 харда то есть дали мне 3300 кристаллов и в принципе этому очень и очень рад естественно же почему бы нет так как до этого месяца я даже 70 хард не проходил тяжело это было для меня и либо боссы были такими либо мне просто были слабые монстры и так воду камней вы видите на этой неделе любая четверка кроме естественно ундийной воды мне подойдет особенно хотел бы получить гора гора водяного так как для вальки это будет очень хороший буст так скажем это два в одном то есть это и аквила либо зиг плюс хлоя два в одном получается у меня и я кого-то заменю к примеру особенно на гв это офигенный буст для моей вальки будет но естественно ей нужно будет поменять руны вот так же есть рак саша которую я жду тоже довольно таки долго но по сути дела она мне уже не особо нужна так как выпал вердыхаю и ведро более юзабелен и с ведром я прохожу башню вот так же есть огненная убийца это в принципе корм для моей татьянки если я ее надумаю конечно же качать дд хороший но просто так скажем пока мне чтобы так проще сказать рун у меня на нее нету поэтому да опять же прошу прощения за расхождение звука и видео так как я записываю звук поверх видео проблема была со звуком и вот ниндзя орочи он мне тоже нужен будет так как недавно я буквально вот месяца полтора или два точнее даже с открытие некрополиса я сидел на b6 b6 да конечно же стыдно так скажем для моего уровня но у меня просто нет монстров с которым бы я фармил но так как по акции там помочь они по акции прошу прощения по заданию там дают один мистик сегодня я прошел b7 да да b7 некра я одолел еле-еле но я его прошел проходил я его всеми персонажи у которых там по 1 по 2 атаки даже не 3 там мульти атаки всего такого нет поэтому еле-еле я прошел далее один мистик который будем вызывать и вот по поводу часунки вы видите через 13 дней мне в чате не поверили что там через 20 дней будет часунка но когда прошло несколько дней часунка там появилась написали что я пророк но просто нужно уметь читать итак поехали ящер нафиг не нужен так мира то же самое почему не мумия мира охотник тоже не особо нужен корм архангел сад вот я думал прокачать его но думаю прокачаю все-таки и нугами и я начал качать огненного и нугами для того чтобы проходить акции такие как к примеру медальки конфеты что там еще было ой печеньки почему медальки то есть нормал и hard будет фармиться роком очень быстро и вы видите просто намекает рок на то чтобы его прокачал тем более скилл его немного надо нужно зай раз о в принципе неплохо неплохо так как у меня есть карли то козли то ну карл боец тьмы и вот ему я улучшаю скиллы так как карл этом бомбезный персонаж да так что дальше голем офигеть печаль конечно так 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 что дальше беру понятно ну где же звездочки боец тоже не нужен это понятно корм боевая кошка господи уже по моему не первое но же и ногами но действительно сто процентов прокачаю так как обещал одному из подписчиков что его раскачаю и покажу как я им формлю ну то есть принципе видео полно это но он захотел с русскими комментариями упал ветреный эльф скажу так лучше эльфа это оп звездочки огненный варвар 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 что же не можно сказать в принципе сильный дд но так как на втором скилле у него нет местки ну мне он не нужен качать его не буду сразу скажу но третий скилл довольно больно бьет то есть это хороший огненный дд себе его качать не буду сразу скажу а так он довольно таки неплохо лупит третьим скиллом плюс когда вы видите третий скилл у него в откате то есть он с каждый свой ход хилится по 10 процентов от своего максимального хп поэтому виллы для него must have то есть атака кд атака можете его одеть попробовать так едем дальше но качать его не буду для себя опять же свитков осталось немного опять же и нугами точно точно раскачаю понятно бычок одни коровы гарпии об об за и раз точно за и раз нет светильник воды кстати есть у меня уже светильник воды прокачаю я его так как уже по моему плюс один скилл у меня есть надеюсь апнется у меня второй скилл для того чтобы откат понизить на 2 по моему или сколько там ходов вот поэтому очень такие достойный персонаж использовать его буду на драконе и возможно на арене вот по поводу третьего скилла у меня было три варианта как он работает то есть это к примеру как веромоз да вот вы он ходит да и срезает вот всем полоску по одному бафу получается но нет оказалось не так то есть второй вариант у меня был такой что к примеру да он ходит своей первой атакой вот вы видите у него всего лишь одна атака поэтому огромного дэмэджа вы от него не дождетесь и он первая атака ходит три раза поэтому на никре он тоже в принципе будет неплохо и он должен и мне так казалось снимать один баф но на самом деле у него есть шанс снять все три бафа так как 3 атаки он наносит по одной атаке на баф и не то чтобы снять он забирает их себе забирает рандомно, то есть, опять же, я считал, что скилл работает с 100% вероятностью, к примеру, как сравнить с Тианой, но у Тианы в описании третьего скилла написано, что вероятность 100%, так же, как и, по-моему, у, кого еще есть, Ведьма Огня, можете ее посмотреть, у нее второй скилл, там тоже что-то такое делает со 100% шансом, если есть какой-то там, ну, понимаете, то ли дебаф, то ли еще что-то, то есть, нужны условия для 100% использования этого скилла. Поэтому третий скилл на практике, как я практиковал на Хелл Вулкане, он работает так, он может снять либо один баф, либо два, либо вообще не снять, снять рандомно и тому подобное, то есть, для этого персонажа тоже важна точность. Многие говорят, что это не так, многие говорят, что это не так, но на практике точность нужна, поэтому, да, думаю, буду я его использовать на драконе. Заменит мне, скорее всего, либо Меган, либо Инугами, скорее всего, наверное, Инугами, а останется для хила у меня, кто там, Ахман, либо Часунка. Да, вот так вот, поэтому едем дальше. И так, так, опачки, ну, Зайрос, нет, наверное, не Зайрос, печаль. Не особо мне нравятся все эти Анубисы, дарует щит, бла-бла-бла, ничего интересного. Не нравятся мне эти Анубисы, даже водяной, по-моему, у меня он валяется в складе. Да, должен быть в складе этот водный Анубис, оставил так, непонятно для чего, чисто для корма, скорее всего. Больше всего мне нравится, естественно, Светлый, так как он массово воскрешает, сразу же вспоминается фильм Мумия, Анубис, да, прикольно. Так, ну же, понятно. Что у нас дальше? Мамонт. Что дальше? Голем. Ну же, ну же, что будет? Господи, пьяный мастер. Два свитка у нас осталось. Пингвин. Он, кстати, пингвин, если попадется ветра, я его прокачаю, оказался неплохим персонажем для Харта, так как всему пати снимает третьим скиллом своим по одному, ну, откату скиллу, то есть быстрее откатывает всем скиллы. Также он агрит, и, по-моему, там стан с первого скилла, я точно не помню, чтобы не соврал. Вот, поэтому, если попадется, я его раскачаю. Итак, что у нас осталось? Два света тьмы с них, и начнем, я думаю. Ну же. Ёханый баба, это же Эшир, я его ждал столько времени. Блин, все, кто смотрит мои видео, они понимают, о чем я говорю. Блин, это просто... А, это бомба, на него у меня уже готовы, естественно, руны давно висят на Игоре, то есть Вигоре. Да, и я его в скором времени переодену, и будет он у меня гнуть ГВ, а Ренку, скорее всего, нет, скорее всего, чаще всего я буду его использовать, естественно, на ГВ, так как в тройку он очень хорошо заедет, особенно с кем-кем-кем, с Белкой, скорее всего, возможно. Ну, Вигорь у меня останется голый, так как у меня не во что будет его одеть. И с моим развитием, получается, башни получится около 100... То есть, 100-215 КД. Четвертый скилл у него довольно бомбезный, и, к примеру, если его использовать как контру Теомарсу, тоже можно, но скилл у него 50% шансом, что снимет какой-то баф, то есть, 4-х атак, то есть, каждый удар имеет 50% того, что снимет какой-то из бафов. И что сказать о нем подробнее можно, к примеру, если вы наносите 3 атаки и фактически добиваете там Теомарса. Оп, что у нас здесь? Перетка тьмы, не знаю, что о ней сказать, ну да, снимает там усилляющие эффекты, то есть, бафы. Сразу скажу, не особо я ее видел даже на аренах, не думаю, что я ее буду использовать. Так, индикатор атаки 100%, то есть, по сути дела, фактически как будто экстра ход дает. Вот, возможно, возможно, но мне кажется, вряд ли я ее буду качать, так как, если взять тьму, то у меня есть этот, корлито. Поэтому, ну, скажу так, мало чего я не могу сказать. Полежит пока, поваляется. И скажу по поводу Теомарса, вот, если вы нанесете четвертым ударом, допустим, удар, который должен снять баф, то вы его шотните. Да. Теомарса, но не всегда. Ну же, звездочки, боже. Люшен, да, 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 в принципе, это тоже персонаж, которого я ждал, блин, 10 месяцев, не падал мне ни Орочи, ни Люшен, ни Акасис, кто там еще, там, Люма, по-моему, мне никогда не падала. Поэтому Джокера я не знаю, во что сейчас, правда, одену, но как минимум фармить им там какие-то локи я буду для прокачки корма, если у меня не получится с инугами, хотя я очень хочу прокачать инугами. Поэтому Люшен будет, будет одет и будет раскачан. Ждал я его давно, конечно, если бы он не выпал полгода назад, я был бы ему больше рад, но уже так удивительно, звездочки. Что? Мать, ну что ж за... Унди на воды, ну что за бред, ну хотя бы ветреную бы, хотя бы. На Гекс она мне нафиг не нужна уже, в принципе. Печаль, конечно же. Большая печаль, ну не знаю даже. Ладно, поваляется в складе. Сейчас посмотрим вообще, куда она там идет, эта Унди на по слиянию. По-моему, только на Вальку. Валька. Блин, если бы хотя бы на Сигму, серьезно, я бы задумался. А, ну и вот на этого, на Эфрита. Эфрит у меня уже есть. Да, если бы она шла бы на Сигму, я бы ее бы оставил, ну и хоть в чем-то бы был бы прок и порадовался бы. А так... Короче, бред какой-то полнейший получается. Вот. И так, и так, и так. Что у нас дальше? Что будем делать, что будем делать? Так, да, у нас же остались еще камни. Будем вызывать сейчас камни. Посмотрим, на что нам повезет. На что не повезет. Очень хочется получить гора водяного. Он нам нужен будет, да, да. Вот, я бы ему очень был бы рад. Так. Ну сейчас у нас за сердечки, почему не тройка? Удивительно. Так. Что нам нужно? Гор, да, да, да. Очень нужен гор. Тройки. Ну, трехзвездочные, все кормовые. И никого мне уже, в принципе, улучшать не нужно. Поэтому. Будем смотреть и думать, что нам сейчас дадут. Поэтому, я думаю, сейчас начнем. Вот. Многим, конечно же, почему-то нравится огненная убийца. Хотя ее пассивка, так скажем, не особо хороша. Она и мешает, и, ну, не во все пати она заедет. Лучше прокачайте Дариона. Ну же, камушки. Где же звезды? Жесть. Ну что же за такое оно? Блин. Камней-то мало. Ящер. Капец. А змей. Не особо нужный. Опять ящер. Ящер. Опять змей. Два брата-акробата. Ну же. Вызову я пару... Оп. Прошу прощения. Притормаживает сегодня Нокс. Не особо хорошо работает. Да, сейчас еще раз попробуем. Вызовем пару газет. Прошу прощения, не знаю. Собьем рандомчик. Да, да, да. Ну, что же, что же. О, фея. Ну же. Едем дальше. Ну же, звездочки. Очень нужные звездочки. Кассандра. Четыре звезды. Кассандра. Ну, ничего. Корм. Плюс ей первый скилл. Вот вроде бы там что-то меняли. Зависит от того, кого атакуешь. Точнее, стихии. Еще одна Кассандра. Дальше. Голем. Голем. А света было бы достать. Неплохо бы. Тоже неплохой в защите. Монстр. Ну, что ж так тормозит. Печель. Звездочки. Ну же. Гор. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ааа. Хелледи Ветро, блин. Это явно не таково. Я ждал, естественно, даже. Блин. Хелледи Ветро. Да, меня там уже вон в котел, в аду. Ну, естественно, не зря же выпала Хеллка. Ой, блин. Дальше. Честно, не ждал я ее абсолютно. Получше, естественно, она, конечно же, чем моя водяная. Хелледи Воды. Поэтому, блин. Да уж, три первородки за две недели. Действительно, намек такой на отдельный котел. Хе-хе-хе. Откуда? Да уж, неплохо. Расскажи секрет, действительно, да уж. Тетя Удача рядом, видимо, сидела и помогала мне в этот момент. Да уж, блин. Едем дальше, посмотрим. Ну же. Нужны еще звездочки. Лоу. Так, 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 так. Что нам, что нам выпадет? Ну же. Змей. Ну же. Еще змей. Действительно, мало змеев. Ай, блин, не хватает немного камней. Может, добью в башне этих шесть кусков. И как-то сделаю отдельный, ну, отдельный вызов. Попробую еще. Вот. Стоп рекорд. Да, повезло, в принципе, нам с вызовом. Рад, естественно, я вызов. Хотя, честно, если не кривить душой, я бы, ну, не сейчас, возможно, бы, но больше был бы рад Гору. Так, как он мне больше нужен для Катьки. Но Хелл-Леди тоже, естественно, закатит. Сейчас посмотрим ее скиллы. Вот второй скилл. Вот вы видите, два раза она атакует. И с каждого есть шанс, 50%, он при улучшении, и 60%, что вы нанесете раскол массово. Поэтому, плюс, вот вы видите, при улучшении два хода откат. Поэтому в виллах это просто будет имба. Постоянный раскол на всех. В принципе, очень неплохо. Водяную какую-то локацию можно ей уже фармить будет. И третий скилл вот наносит урон, бля-бля, 30% шанс, не особо большой шанс на стан, шанс оглушения, если урон строится, сокращается в результате. Честно, вот этого я не понимаю и не вникал в эту тему, как оно правильно работает. То есть это получается, если дот висит на персонажа, я так понимаю, то есть больше шанс. Честно, не хочу врать, не хочу гадать. Когда узнаю, как правильно работает этот скилл, я думаю, я оглашу это либо в видео, либо где-то там, не знаю, в чате. Поэтому, мало чего я могу сказать сейчас о ее третьем скилле. Вот. Итак. Что у нас еще выпало? Даже, даже и не знаю, качать ли это вообще хелл-леди. Просто у меня хватает. Прошу прощения за технические проблемы, были у нас тут небольшие, так скажем, проблемки. Вот. Видимо, ног с повис от того, что я вызвала хелл-леди. Сам в шоке. Так, посмотрим, что мы еще тут вызвали сегодня. Итак, в принципе, корм для нашего корлито. Хеллка, естественно. Опять же, повторюсь, но не знаю, буду ли я ее качать, так как ветра у меня достаточно дд. Та же Таня у меня пылится в складе. Поэтому, посмотрю. Вы видите, монстров хватает на самом деле, а вот рун не во что одевать. Нужно больше бить рун. А пятизвездочные какие-то не особо хочется одевать. Поэтому, как-то вот так вот. И, кстати, думаю, повысим мы пирату скиллы. Попробуем повысить скиллы, так как вот третий скилл у него. Я на самом деле думал, что он работает со 100% шансом. Но нет. Когда я его получил, я увидел 75% шанс. И вот развитие идет до 100%, так как точности мало. И прямо сейчас, я думаю, мы и попробуем ему прокачать скиллы. Так как я его больше юзаю теперь на арене и ГВ. Следовательно, мне нужно больше его прокачать, чем, к примеру, ту же Ванессу и тому подобное. То есть, пират больше зависит от скиллов. И так как скиллы мне не падают, поэтому придется, придется, да, ему качать каким-то образом. Сейчас мы его зовем дэвилов. Итак, мы вернулись, потому что, так скажем, перебрасывать монстров со склада туда-сюда, это очень долго и геморно в Ноксе. Прошу прощения, поэтому стараюсь это делать так, чтобы никто этого не видел. Ну и сейчас будем пытать удачу и прокачивать скиллы пирату. Естественно, нам идеальным вариантом было бы прокачать третий скилл. Второй, первый я даже не начну качать. Нет смысла мне от них. Нам нужно разогнать, то есть, шанс и желательно откат третьего скилла. Шанс, конечно, больше нужен. Вообще, не то чтобы на срабатывание скилла, а вот то, что он уже пройдет, это уже будет зависеть от точности. Попробуем с одного дэвилмона. Что нам точнется? О, господи, по-моему, это первый скилл. Да, не особо повезло, сейчас еще попробуем. Ну же. Тормозит, блин. Так. Возьмем сразу троих. Прошу прощения, племяшка там на фоне. Так, второй скилл точнулся, второй еще раз. О, уже хорошо, время грабежа, уже неплохо. Ну, еще бы два раза, и будет очень неплохо. Так, надеюсь, нам хватит дэвилмона, не хочется потратить на него всех дэвилов, так еще и не прокачать третий скилл. Это будет печально. Вот, поэтому сейчас будем пробовать еще. Сколько у нас там осталось? По-моему, штук 5-6 дэвилов. Не то нашел. Ну же. А, боже, второй скилл опять. А, опять второй скилл? Или это первый? Да. О, блин. Что ж за невезение. Едем дальше. Так, так, так. Ну же, где наш пират? Итак, вот мы видим, еще нужен один, два, три, четыре дэвилов в сумме, чтобы полностью прокачать. Надеюсь, блин, точнее же, ты уже третий скилл и все. Так как дэвилов у меня, по-моему, меньше, чем нужно. Сколько у меня там осталось? Три штуки. Печаль. А дэвилов-то надо больше. Ну-ка, попробуем два. А, блин, да, ну что ж за невезение-то такое. О, уже неплохо. Так, это получается второй уровень. И нужно бы еще один разок точнуть. Будет, конечно же, идеально. То есть и откат понизим, по-моему, до четырех ходов. Так как мне больше все-таки, как ни крути, нужен сам баф, чем раскол. Но, в принципе, раскол это тоже будет приятный бонус. Ну же. Да, ну что за... Блин. Физня. Ну да, не во всем же должно, в принципе, вести. И так, сегодня неплохой призыв. Так, что же у нас по навыкам получается. Первый скилл полностью точнулся. Ну, зато хоть раскол будет теперь вешать чаще. И так, ну, блин, второй скилл не докачался. Офигеть. И третий тоже. Ай, блин, лучше первый я тут не докачался хотя бы по одному разу. То есть мне нужно еще 2 дэвила для того, чтобы полностью повысить скиллы. Блин, обидно, конечно же. Ну, ладно, в принципе, в понедельник мне дадут дэвила. И плюс из-за того, что мы получили эшира. То есть, когда я его апну на 6 звезд, то есть тоже получу дэвила. Поэтому вот 2 дэвила и будет, в принципе, для моего пирата. Поэтому, да, в скором времени я его прокачаю. И пирата мы будем видеть чаще на ГВ. И думаю, для арены будет лучше. Так как вот, наконец-то мне дали пол. По более в мобах. Так, что у нас тут? Люшен. Люшен. Будем мы его эвейкать или оставим? На кого я там вообще собирал? Я уже не помню. По-моему, на пионера. Или хелл-леди? Нет. Ну, на хелл-леди не хватит. Не буду. Вот, скорее всего. Скорее всего, Люшен. Но я улучшу скиллы, да? А хелл-к подождет. Хотя бы будет фармить мне там какие-то водные локации. Люшен. Может, на арене буду использовать, конечно. Лучше бы было, если бы он выпал с полгода назад. Вот. Поэтому так. Что у нас тут еще? Прошу прощения, вы же понимаете. Знать бы, о чем я сейчас еще и говорю. Так как звук не записался. И тяжело. Сами попробуйте поверх видео наложить звук. Это абсолютным бредом попахивает. Говорю по памяти. Говорю то, что сейчас делаю и тому подобное. Поэтому еще раз прошу прощения. Но самое главное, вызов заснялся. Это лучше, чтобы уж вызов заснялся, чем просто звук. Так. Будем Карла сейчас кормить. Да. Третий скилл у Карла достаточно имбоват. Он игнорит абсолютно все. Начиная с неуяза Хлои. Заканчивая там пассивками Дариона и все прочее. Щитом Акасиса. Абсолютно все игнорирует. Следовательно, это имба. Те, кто пишет, что Карл дно и так далее. В атаке он сильнее, чем Тревор. Как ни крути. В атакующей сфере он сильнее. А вот в защите, конечно же, Тревор, ну, наверное, ничего не сможет сделать. Ну же. Повысим сейчас ему скилл. Надеюсь, Абнется третий скилл. Он у меня, по-моему, уже один то ли два раза улучшился. Я не помню точно. Там и откат неплохо понижается. По-моему, с пяти ходов до трех. Два раза там он понижается. Это неплохо, очень-таки неплохо для него. Поэтому, надеюсь, скоро увидим мы его на арене. И буду я его использовать, ну, надеюсь, и на ГВ тоже. Почему бы и нет. Под раскол он очень неплохо заедет. Под того же Эшира плюс Белку. Очень будет неплохо. Вот. Поэтому вот так вот. Что же еще можно? Где его еще можно использовать? Так это, ну, естественно, же арена. Кстати, хотел бы его проверить. Я сейчас, наверное, даже зайду. И там на Б1 или Б2 добегу побыстренько вон к Некроманту. И посмотрю, игнорирует ли он его щит, который он там на себя вешает на 6 атак или 7. Сколько там, я уже не помню. Если он и его пробивает, то будет неплохо. Ну, поехали. Да-да, кормим. Ну же. То ли первый, то ли второй скилл, я не помню. Сейчас мы посмотрим. Точно не третий. По-моему, это первый скилл. Да, это первый скилл. Ну, уже неплохо. Еще одного Девила надо будет потратить. Либо одного кормового. Сюда три. И сюда. Блин, еще два. Не повезло нам на откат. Вот третий скилл докачать, конечно, это будет классно. Так как мой Карл, Карлито, представьтесь, вот, к примеру, первый скилл он использует, да? И сразу же можно взять третий скилл. То есть ему не нужен обказ на шанс крита, так как у него с третьего скилла и так шанс стопроцентный. Поэтому первым скиллом я его буду использовать. Если в Виол я его одену, то сразу же буду взять, естественно, третий скилл. Либо если у меня будет какой-то там бафер в пати, типа там Меган, не знаю, Часунки, еще кого-то. То есть можно сразу же взять третий скилл и бить очень больно. Надеюсь, будет очень больно. Смотря, конечно же, этот рун, вы видите, вот в этих рунах мой Карл, это на Хелл вулкане в раскол бьет 13-14 тысяч. То есть, по сути дела, вообще без рун. А представьте, вот здесь вот плюс там тысячу, там, я не знаю, крит урона плюс 200, плюс моя там башенка плюс 20. Это все выльется в урон, я так надеюсь, в тысяч 40, даже 50. Это как минимум, так как скилл очень больно бьет, плюс он у меня уже прокачан по урону плюс 20%. Я думаю, неплохо он жахнет. Вот. Что у нас еще там дали? Корм, 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 куча корма трехзвездочного, не особо нужного, естественно же. Ну, рад я, конечно же, Эширу. Прокачаю я его скоро. Да, вот, только плохо, что на Вигоре у меня, вот, вы видите, руны 40, то есть 34 тысячи хп, около 115 кд получается вместе с прокачкой моей башни. Неплохо он бьет. Но все эти руны сейчас оденутся на Эшира. Вот третий скилл его, конечно же, послабее будет, чем скилл Эшира, так как он может быть некой контроль тому же Теомарсу, о котором я говорил. Может, Хлои там щиты поснимать и тому подобное. Против той же Вальки можно использовать, тоже снять ей там неуязвимость и тому подобное. Поэтому, я думаю, заедет неплохо. Вот. И что еще я думаю с ним сделать? Так это использовать чаще на арене. Но на ГВ мой Шир точно будет использоваться. Обидно, конечно же, что Вигорь будет, скорее всего, валяться в складе, так как он попросту будет без дрон. Разве что одеть его в Свифт. По-моему, у меня есть Свифт, четвертая руна на КД. Почему бы и нет? Попробовать. Можно, но, скорее всего, я те же руны сниму. Да, сейчас. Почему бы и нет? Эвейкнинг нашего Ашира. Добавил ему причесочку модную. Ногтики покрасил. Так, плечики у него подросли. Такой быдло стал. Шир. Если достаточно, по-моему, у меня на него будет корма. Так, третий скилл. 50% шанса. Шанс у него, по-моему, да. Вот видите, не улучшается. То есть, плюс... Да, вот третий скилл у него. Откат плюс еще каждые три хода. Ну и, вы знаете, если вы добиваете этим скиллом, то есть, он безоткатный. В чем, так скажем, даже бонус огромного этого скилла. Поэтому, корма, я думаю, у меня хватит на него. И всего остального. Так, что же у нас тут? Ничего у нас тут. В принципе, это и все, что я хотел снять на сегодняшний день. Думаю, вам было на что посмотреть. Советую вам также либо копить свитки, либо, не знаю, вызывать сразу. Кто, конечно же, как вызывает. Я стараюсь копить свитки. И, кстати, если хотите, я не знаю, вызвать через меня, то есть, я зайду на ваш аккаунт, то почему бы и нет, вы видели, уже есть у меня одно видео. Плюс готовится второе видео на около 150 призывах. Да, парень согласился на такой призыв через меня. И я думаю, вот у него будет реально интересный видеопризыв. Итак, в принципе, это все на сегодня. Всем удачи, всем спасибо. Удачного вам вызова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok